Это Давидча, продолжаем выпуск. Как развить малый и средний бизнес и как сохранить уже существующую компанию? О поддержке предпринимателей накануне говорили кандидаты предварительного голосования на пост депутатов в Госдуму. Разговор по традиции прошел в рамках политических дебатов. Каким результатом пришли участники, расскажем в следующем сюжете. Каждому кандидату две минуты на вступительное слово. За это время участникам дебатов в рамках предварительного голосования «Единой России» предлагают рассказать о себе, своей карьере и ценностях. Сегодня в дискуссии принимают участие сразу три кандидата. Депутат областного законодательного собрания Рахим Азимов, депутат Слободской думы 4-го созыва Михаил Лучихин и председатель Кирсинской городской думы Игорь Суворов. Я в партии 15 лет, был доверенным лицом Владимира Владимировича Путина. Для людей должны быть созданы безопасные, комфортные условия труда. Знаю, что не ошибся с выбором своей профессии, так как передаю свои знания, умения. Экономическая и промышленная политика, поддержка предпринимателей – так звучит тема дебатов. И первое, что обсудили участники – это развитие малого и среднего бизнеса в Кировской области, а также трудности его развития. Сегодня, чтобы бизнес развивался, наверное, надо сделать самое простое – не мешать ему, оставить его в покое. И, как говорил наш президент, надо перестать кошмарить его, этот бизнес, создать правильные, понятные правила игры для бизнеса и малых предпринимателей. Рахим Азимова поддержал и Михаил Лучихин. Депутат согласен, постоянные проверки не всегда положительно влияют на развитие бизнеса. Как считают участники дебатов, от развития предприятий зависит многое, в том числе и открытие новых социально значимых предприятий. Рахим Азимов привел в пример «Уралхим». Как пример приведу, принято несколько программ в компании. Это одна из них «Уралхим детям». В рамках этой программы мы реализуем поддержку одаренным детям, образованию, спорту, финансируем плавание, дзюдо. Наша компания участвовала в поддержке и восстановлении Парка Победы. Почему молодое поколение не идет работать на завод – это еще одна тема для рассуждений участников дебатов. Игорь Николаевич, в чем, на ваш взгляд, заключается главное значение промышленности для развития Кировской области? По мнению Игоря Суворова, на сегодняшний день в области много предприятий и заводов. Правда, молодое поколение не торопится на них работать. Кандидат предложил создать устойчивую взаимосвязь между образованием и производством. Только тогда проблема будет решена. Я уверен, что будут работать заводы, наши предприятия, будет жить страна. Будут открываться новые школы, строятся детские сады, будут строиться поликлиники, спортивные объекты. В ходе дискуссии кандидаты пришли к общему мнению. Любые перспективы зависят исключительно от слаженной работы команды. А следующие дебаты в рамках предварительного голосования «Единой России» состоятся уже в субботу, 9 апреля, на которых обсудят вопросы развития сельского хозяйства. А 22 мая пройдет предварительное голосование за кандидатов в Государственную Думу. Надежда Шабалина, Александр Брызгалов, Бюро новостей до ВИЧ.